МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня среда, 18 сентября. В эфире новоуральская вещательная компания информационная программа «Объектив» в студии Мария Антонова. Я и мои коллеги познакомим вас с последними городскими событиями. Коротко о главном. Комфортная городская среда, реконструкция аллеи молодежи и благоустройство дворовых территорий на условиях софинансирования жителями на контроле у общественной комиссии Новоуральского городского округа. Плати коммунальные услуги и спокойно садись за руль. В Новоуральске злостным неплательщикам будут накладывать арест на автомобили. Вандализм на бульваре Фоменко. Скульптуре пятачка опять не повезло на этот раз. Голова на месте, но сильно пострадала шея. Что думают новоуральцы о тех, кто ломает, а не строит? 28 команд, 11 участников. Сегодня в Новоуральске прошел муниципальный этап метапредметной олимпиады в рамках проекта «Школа Росатома». Теперь об этих и других событиях подробнее. Реализация национальных проектов находится в центре внимания властей всех уровней. В Свердловской области их выполнение стоит на контроле у губернатора Евгения Куйвышева. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на Среднем Урале сформированы три региональные программы. Жилье, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и формирование комфортной городской среды. В 2019 году на реализацию региональной составляющей нацпроекта на Среднем Урале предусмотрено 4,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней, в том числе 1,7 миллиарда из областной казны. Проект формирования комфортной городской среды на территории Свердловской области, направленный на комплексное благоустройство муниципалитетов Среднего Урала, предполагает только в этом году проведение работ на территории 50 городов. Общий объем финансирования мероприятий на этот год превышает 2 миллиарда рублей. В Новоуральске в рамках программы по благоустройству общественных территорий ведутся масштабные работы по реконструкции аллеи молодежи. Стоимость проекта – 48 миллионов рублей. 11 сентября состоялось выездное заседание общественной комиссии по обсуждению проекта и осуществлению контроля за реализацией муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды Новоуральского городского округа» под председательством Вадима Хатипова, первого заместителя главы администрации. Особое внимание члены комиссии уделили ходу работ именно на аллее молодежи. Там подрядная организация в настоящий момент уже существенно отстает от графика строительства. На сегодняшний день ведутся работы по фонтану, выполнены монолитные работы, выполнено устройство гидроизоляции, выполнена насосная станция, прокладка трубопроводов всех, идет монтаж насосного оборудования, шкафов автоматики. Также параллельно подрядчик выполняет работы по вертикальной планировке и по благоустройству. В районе памятника воинам локальных воин выполняются работы по укладке бехотона. Несмотря на отставание от графика строительных работ, подрядчик ООО «Астрогрупп» пообещал постараться уложиться в сроки. В противном случае он рискует попасть под штрафные санкции. Основной вопрос у членов комиссии – когда можно будет увидеть главное украшение аллеи – фонтан? На что директор компании Федор Задворнов пообещал, что облицовка будет производиться быстро. А для того, чтобы капризы погоды не мешали этим работам, строители установят над фонтаном тент. Наша съемочная группа побывала на площадке спустя неделю после объезда. Тент действительно установлен. Еще одним из объектов, который посетила комиссия – двор по адресу улицы Победы, дома 10, 12 и 14. Жители договорились между собой и сообща облагораживают территорию. Здесь по муниципальной программе благоустройства на условиях софинансирования с собственниками выполнены работы по расширению парковки и укладки асфальта. А в скором времени еще и появится детская площадка. Хотя сроки ее возведения задерживаются из-за организации, которая производит детские комплексы. Интересно то, что все-таки инициаторы Победы 12 нашли необходимые контакты с соседними домами и реализовывают этот проект. Софинансируют также Победы 14, Победы 12 участвуют в софинансировании. Победы 10 просто дал разрешение на использование их территории. Еще один двор по адресу улица Дудина, дом 4, тоже в скором времени заметно преобразится. На этот объект оборудование для детской площадки уже поступило в Новоуральск и скоро она будет возведена. Также произвели расширение проезжей части, а значит увеличилась площадь под стоянку автомобилей. Тоже большие работы по асфальтированию предвидится. Подрядчик полностью подготовил основания для асфальтирования. Ждет, значит, когда к нему выйдет субподрядчик по непосредственной работе по укладке асфальта. Плюс к этому докладывают, что вот он получил уже оборудование и буквально до 25 сентября у него должны быть все работы закончены. Опасений нет. Я думаю, что люди очень довольны. Ход строительных работ общественная комиссия проверит на следующем объезде на будущей неделе. Вновь приходится возвращаться к вопросу о том, что комфортные условия проживания во многом зависят и от самих жителей. Это касается и культуры поведения, и финансовой дисциплины. Оплата коммунальных услуг – один из самых важных вопросов в сфере ЖКХ. Ведь от своевременного совершения жильцами этих платежей зависит работа многих предприятий. Этот вопрос стал основным на заседании постоянной комиссии Думы Новоральского городского округа по муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству, которое состоялось 17 сентября. В повестке он звучал о задолженности населения и управляющих организаций за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и задолженности ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы. О решении, принятом на заседании Новоральской обещательной компании, рассказала Светлана Поджарова, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике администрации Новоральского городского округа. Вопрос задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги находится на постоянном контроле депутатов нашей Думы, вызывает большую обеспокоенность, долги растут, а это значит, что чем больше долгов, тем меньше ремонтов делается в подъездах. Наличие долгов означает отсутствие ремонтов сетей в полном объеме, а не отремонтированные сети – это порывы, аварийные ситуации, отсутствие тепла, холодной воды и так далее. То есть задолженность – это вопрос очень серьезный. Дума дала поручение администрации активней работать с должниками и в настоящее время главой Новоральского городского округа в адрес 22 семей должников направлено требование о срочном погашении долга. Если задолженность не будет погашена до 1 октября, администрация города обращается в суд с требованием о погашении долга и о выселении. Мы уже подобрали комнаты в бывших общежитиях, которые пригодны для проживания, и мы будем их предлагать в суду для выселения граждан-должников. Управляющая организация УЖК «Новоральская» наладила работу с судебными приставами, и в настоящее время выявлено 300 автомобилей, на которые будет наложен арест, их нельзя будет продать, подарить и так далее. То есть это тоже автомобили должников. Все меры принимаются в рамках действующего законодательства. И еще о культуре поведения. На бульваре Фоменко вновь пострадала скульптура пятачка. Наша съемочная группа побывала на месте событий и спросила у горожан, как они относятся к такому обращению. Не берегут то, что делают люди, они не берегут. Это мальчики делали всегда. Ну, как вы думаете, это хорошо или плохо? Плохо. Лучше? Да, кстати, лучше. Мне кажется, это какие-то мальчики, которые на головы залезают. Не знаю. Надо их в детскую колонию. Старый мультфильм. А с ним так портят. Его так портят. Дети смотрят. Пугаются. Жалко пятачка. Кандализму плохо. Вы что это? Можно это? Сами говорим. Ну, а что это делают? Делают, казалось бы, для нас. Как относиться можно к ним хорошо? У нас слов уже нет. Мы прожили вот не 82 года. Мы такого не знали, чтобы что-то открутить, отвинтить. Мы сами в шоке. Ну, мы, конечно, не часто тут еще гуляем, но тем не менее. В любом случае нужно наказывать. И, мне кажется, материальный штраф должен быть не меньше 5000, чтобы это как бы не было повадно больше так делать. Внимание у горожан. 21 сентября в ближайшую субботу в связи с проведением Всероссийского дня бега Кросснации с 8 до 14.30 часов будет ограничено движение транспортных средств на участке от жилого дома номер 53 по улице Ленина до улицы Садовая. Также на участке улицы Мичурина от центральной площади до нерегулируемого пешеходного перехода напротив жилого дома номер 27 по улице Строителей. А также от пешеходного перехода напротив жилого дома номер 27 по улице Строителей до жилого дома номер 48 по улице Ленина. Движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд центральной площади. Маршрут автобуса номер 1 выполняться не будет. Традиционное мероприятие проекта «Школа Росатома» – метапредметная олимпиада – прошла сегодня в Новоуральске. Точнее, ее муниципальный этап. Площадкой для проведения стала городская гимназия. А задания для участников олимпиады были составлены по роликам телестудии «Атом ТВ». Новоуральск на первом месте по количеству команд. Их 28. Альбина Бабкова продолжит тему. Невероятно, сколько участников собирает метапредметная олимпиада в Новоуральске, которая проходит в рамках проекта «Школа Росатома». Ученикам городских школ трудное задание по нраву, а главное – по плечу. 112 участников – это рекордное количество среди всех городов ЗАТО, принимающих участие в Олимпиаде. Причем задания до сегодняшнего утра не были известны никому, и интрига сохранялась до самого конца. В этом году мы выставили рекордное для нашего города количество команд – 28. И надо сказать, что подведены уже итоги и всех участников городов проекта «Школа Росатома» по участию команд. Так вот, Новоуральск на первом месте после нас Балакова, у которых 24 команды сегодня в один единый день во всей России, во всех городах-участниках проекта «Школа Росатома» проводят метапредметную олимпиаду. Конечно же, очень волнительно и очень интересно было утром узнать, поскольку все материалы прислали в 4 утра, что же предстоит нашим детям решать. В городской гимназии с самого утра торжественное открытие метапредметной олимпиады. Команды-участницы получили задания и разошлись по школьным опенспейсам, устраивать мозговой штурм, решать поставленные задачи – задания олимпиады. Традиционно уже нас принимает сетевое учреждение, это гимназия, сетевое учреждение проекта «Школа Росатома». И в этом году, поскольку команд больше, мы задействовали три опенспейса. То есть у нас три помещения опенспейса будут задействованы в метапредметной олимпиаде. В этом году задания составлены и спрятаны в роликах телестудии «Атом-ТВ». Судя по лицам участников, «Школа Росатома» приготовила достаточно сложное задание. Даже те ребята, которые участвуют не первый раз, отмечают – нужно думать, нужно быть предельно внимательными и вчитываться в задания. Сегодня я вижу, что ребята в затруднении. А почему? Ну, вы знаете, наши создатели, авторы с заданиями метапредметной олимпиады, они, конечно, виртуозы в своем деле. Всегда такие интересные, необычные задания придумывают. Ну и ребята впервые работают с видеоматериалами. Ну, во-первых, долго не могли найти сам видеоролик. Во-вторых, конечно, нужно очень внимательно смотреть видеоролик для того, чтобы найти необходимую информацию, анализировать. Вот каждое сказанное слово авторами ролика, ну и делать соответствующие выводы и выполнять задания. Найти видео и сделать, ответить на те задания, которые даны в листе. Сложно? Сложно найти специального героя. Среди 28 команд и 112 участников определились победители. В этом году в рамках проекта «Школа Росатома» именно эти ребята будут представлять наш город на следующем этапе. Поздравляем победителей! Я участвую уже второй раз, и второй раз моя команда выигрывает. Это очень радостно и очень счастливо. Мы готовились, было сложно, но мы смогли. Чтобы победить, надо быть собранными, ну, иметь какие-то знания. Задания были комбинированными, то есть там было и использование математики, и использование общества знания, и многих других предметов русского языка, литературы. Но мы справились, потому что у нас была очень сплоченная команда. Старшие слушали младших, младшие прислушивались к старшим. Мы вовремя сумели организовать себя, начали выполнять задания и поняли, что, в принципе, все решаемо, все довольно-таки легко. Учебный год только начался. Проект «Школа Росатома» уже предлагает ребятам множество интересных образовательных событий. И это только начало. Впереди много новых открытий, много конкурсов, побед и новых вершин. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Внимание! Произошло возгорание. Такова легенда учебной тревоги. В школе номер 40 Новоуральска прошли учения по пожарной эвакуации учащихся. Утром 11 сентября в школе номер 40 внезапно раздался звук автоматической системы сигнализации и оповещения о пожаре. В школу прибыла группа специального управления ФПС номер 5 МЧС России. Сотрудники пожарной службы дали вводную информацию школьному персоналу об условно возникшем пожаре. Тренировка по эвакуации людей началась. Педагогический состав и учащиеся действовали оперативно и слаженно, но все-таки допустили ошибку. После окончания эвакуации учеников и персонала школы не проверили помещение центрального блока школы на наличие оставшихся людей. В целях исключения недостатков сотрудники пожарной охраны города Новоуральска настоятельно рекомендовали администрации школы повторно напомнить персоналу школы об их действиях в случае возникновения пожара. Подобные учебные тренировки являются основным инструментом обучения поведению детей и взрослых на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Милана Ушакова, Иван Махмяков, Новоуральская вещательная компания. «Нуклеар Китс» – ежегодный некоммерческий международный творческий проект, в котором принимают участие дети сотрудников предприятий атомной отрасли России и зарубежных партнеров Госкорпорации «Росатом». В этом году единственным участником из Новоуральска стал Семен Коновалов, учащийся гимназии 41. Семен побывал в студии Новоуральской вещательной компании и поделился впечатлениями о проекте. Каждый год все начинается с отборов детей. Затем – непосредственная подготовка мюзикла и гастрольный тур. В этом году отбор участников проходил в форме открытых кастингов с творчески одаренными детьми в городах и регионах присутствия Госкорпорации «Росатом», в том числе и в Новоуральске. За это время представители отборочной группы посетили около 20 городов и провели собеседование. Ежегодно в оргкомитет проекта поступает более тысячи заявок от кандидатов. В одном городе на кастинг приходит от 20 до 100 детей. Конкурс составляет в среднем от 10 до 15 человек на место. Семен Коновалов – счастливый участник от Новоуральска. Сбор всех участников проходил в Москве, оттуда – в Будапешт, Венгрию. Там ставился мюзикл. Российские участники 57, а в общем человек 100, плюс еще иностранцы. Откуда, из каких стран они были? Китай, Бангладеш, Индия, Турция, ну и все. Общались дети на английском. Семену очень помогло то, что учится он в школе с углубленным изучением иностранного языка. Каждый год в проекте «Нуклеаркиз» пишется оригинальный сценарий, тексты песен и музыка. Срок подготовки мюзикла – 21 день. Я получил свою роль «Самсунг», такой кличка парня. Ну и началась репетиция мюзикла. Постановка сцен. Ну это, конечно, долго, трудно, но надо. Это было долго. Ну и вот, а потом в конце месяца, когда мы уже скоро уезжали из Венгрии самой, мы показали мюзикл. Старший состав показал мюзикл, премьеру. Он назывался «Вначале было слово». После Венгрии Москва, Удомля, Санкт-Петербург, Сосновый Бор и снова Москва. Театр Эцеттера, Театр Геликон Опера. По несколько спектаклей в день словом. Настоящий гастрольный тур настоящих атомных артистов. На проекте «Нуклеаркиз» я получил многое. Я получил… Мы ставили мюзикл, и я понял, как надо себя вести на сцене правильно. Стал танцевать лучше, петь. Стал лучше общаться с людьми. География проекта охватывает уже 15 стран и более 60 городов России и мира. Мюзиклы, в которых играют и поют дети, показаны в Украине, Вьетнаме, Венгрии, Чехии и Словакии. В проекте «Нукитс» нет понятия «бывший участник». Те, кто участвовал, навсегда становятся частью большой семьи. Подросшие участники с радостью продолжают историю проекта, работая волонтерами, вожатыми, помощниками в творческой и административной группах. Самое главное, что проект дает ребенку – это много друзей в разных точках земли, социализация в обществе, уверенность в своих творческих силах. Кстати, Семен и в будущем году собирается прийти на кастинг проекта вновь. Сегодня в Новоуральске стартовала акция «Добро и милосердие из рук молодых». В течение трех дней, с 16 до 19 часов, волонтеры будут собирать продуктовые наборы в магазинах города. Благотворительная акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который будут отмечать 1 октября. Убираем продовольственные товары, сладости, гигиенические товары для людей пожилого возраста. Помогаем людям, которые уже в возрасте и, возможно, у них нет возможности приобрести те товары, которые мы можем собрать в таком количестве, в котором мы можем собрать. На этом наш выпуск подошел к концу. Завтра, 19 сентября, в связи с прямой трансляцией на канале ОТВ «Домашнего матча» хоккейного клуба «Автомобилист» с соперниками из Китайской Народной Республики, программы Новоуральской обещательной компании в эфир не выйдут. В пятницу, 20 августа, в 19.30 смотрите программу, посвященную детскому дню, состоявшемуся 14 сентября в рамках выставки «Инна Новоуральск-2019». В 20 часов выпуск новостей «Объектив». Не пропустите, а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова